приветствую вас мои дорогие творческие друзья сегодня с вами федорова катя и канал нарисуй перед тем как встретить новый год хорошо бы проводить старый поэтому я приглашаю вас посмотреть все те работы которые мы с вами успели написать за этот год а их было немало приступим наш с вами 2019 рисовальный год начался с небольшой работы птицы кардиналы тема зимняя посмотрите она небольшая как-то после долгого перерыва после новогодних праздников вы снова возвращаетесь творческому процессу я советую начинать с небольших работ их проще закончить и тем самым вы легче вливаетесь снова в рабочий темп следующая работа на канале красная роза я не на всех работах буду останавливаться роза была также небольшая вот след за этим мы с вами перешли вот такой достаточно крупной и сложной работе лисировка с подробным разбором объема на розе еще один красный цветок снова роза богат этот год был на розочки у меня но в этот раз еще более крупная и с капельками и посмотрите уже наступает весна работа по афремову новограничной палитре мы с вами как будто в сказке 12 месяцев правда можем очень быстро посмотреть все 12 месяцев мы не только берем акрил но также и акварель вот эти тюльпанчики мы их с вами писали на 8 марта к этому 8 марта что-нибудь снова интересное напишем горный пейзаж весенний пейзаж вот эта работа это повтор точнее предварительный эскиз так как я не смогла вовремя получить работу именно ту которую я показывала в мастер-классе она в данный момент находится у ее владельца еще одна работа свадьба очень мне нравится опять-таки по афремову в принципе работ по афремову году было очень много летний пейзаж а вот кстати интересно посмотреть я уже говорила что я некоторые работы пишу неоднократно а много раз можно посмотреть что они получаются разные мне действительно есть разные моменты и даже характер может отличаться какие-то оттеночки вот эта работа была записана в мастер-классе а вот эта работа предварительная снова акварель он и здесь мы с вами каллиграфические приемы рассматривали вот эта работа очень мне нравится она получилась перламутровый за счет наслоения различных оттенков снова акварель посмотрите вы меня спрашивали как сохранить бумагу гладкой вот эта работа также как и предыдущие они выполнялись непосредственно на склейке склейка с четырех сторон таким образом вы сначала выполняете работу затем снимаете у вас абсолютно гладенькая бумага остается ну либо же натягиваем с помощью скотча вот эта работа вы знаете хоть она и маленькая я таких работ начинать не советую потому что много деталей задний план сложный водопад отражение водопада также интересные детали на заднем плане затем прозрачные камушки под водой маленькие волны вагульник много лепестков и все это вот в таком небольшом размере 20 на 20 вы знаете меня после этой работы была задумка показать как можно с легкостью менять композицию меняя передний план можно обратить внимание вот эту работу я не показываю на канале она вышла в другой вариации тоже покажу можно увидеть что задний план в этих работах идентичен да вот этот чуть больше до большем формате выполнено вы можете увидеть что стали они в общем то совпадают и здесь что отличается конечно передний план вагульник уступил место прекрасным лебедям знаете в конечном счете мне показалось что вот такое холодное оперение а здесь в этом пейзаже не так много теплых оттенков а холодное оперение в недостаточной степени выражает мое настроение в этой работе и работа получилась вот такой именно в таком виде вы можете увидеть ее в мастер-классе лебеди крупнее но самое важное у лебедей в оперении появились теплые оттеночки смотрите какие они нежные персиковые они естественно поддержаны оттеночками на дальнем плане вот эти три работы они включены в серию так как здесь сходная цветовая гамма заднего плана также одинаковая композиция букет по центру и мы с вами разбирали разные приемы гранит еще один вид камня салфеточка из кружева и узор на ткани плюс более сложная кружевная салфетка и узор на валь который также смотрится объемно эта работа она не столько задумывалась мою как пейзаж я на ней остановлюсь подробнее немножко она задумывалась как демонстрации кистей разных возможностей разных типов кистей разных приемов которые мы с вами используем это работа очень легкая здесь задача не столько в том чтобы в действительности написать пейзаж сколько попробовать разные кисти и приемы которые они позволяют применять обращаю именно на этот мастер-класс внимание всех начинающих более сложным работам естественно нужно переходить когда вы в общем уже представляете как обращаться с кистями мы снова переходим к работам акварелию предыдущая серия была в акриле и вот снова два пейзажа они очень похожи практически идентичны есть какие-то легкие изменения в дальнем плане в небе первая работа была мной написано не дома очень хотелось писать но камеры близко не было я не смогла ее записать и вот эта работа уже была снята для мастер-класса в юнок работа непростая и вот посмотрите пожалуйста плотная бумага она позволяет сохранять ровные кромки даже несмотря на то что бумага была в процессе работы натянута с помощью скотча поэтому если у вас есть сложности обращайте пожалуйста внимание именно на плотность и вот мы с вами снова возвращаемся к акрилу как я уже говорила обычно я чередую месяц акрила месяц акварели либо же пару месяцев акрила может быть что связано с тем что с материала на материал не так легко переключаться если вы будете все время прыгать с одного на другое вы в конечном счете еще не усвоив какие-то скажем акварельные техники будете путаться более пастозным материалом таким как акрил или гуа пейзаж закатные закатов тоже в этом году написали с вами немало еще один закат по лассану очень красивый очень сочная палитра средиземноморский пейзажик вы знаете он небольшой но он достаточно сложный за счет того что много много деталей горы на дальнем плане и облака сразу город и море и очень много растительности с разнообразными цветочками а вот эта работа несмотря на то что такого же размера как предыдущий она гораздо проще всего один крупный цветок на переднем плане я могу вам показать также работу которую на канале не выходил я посчитала что она получилась слишком сложной у меня есть запись данной работы но только с музыкальным сопровождением если вы хотите ее увидеть напишите мне пожалуйста в творческих группах или в комментариях под этим видео и я добавлю ее в следующем году пейзаж небольшого размера 20 на 30 но опять таки очень детализированный посмотрите как постепенно концу года мы с вами перешли все к более и более сложным композициям мы с вами также уделяли время и растушевки вот в этой работе мы как раз таки растушевочкой с вами занимались в большей степени очень простая силуэтная работа они в принципе не сложны еще один пейзаж а вот и осень наступила яркая солнечная ну куда же осенью запрямого еще один пейзаж осень осень и вот они тыковки мои вы знаете я небольшая поклонница темы хэллоуина но вот в этом году не удержалась уж очень меня вот этот вот котик зацепил хотелось вам его показать здесь вот эта работа она сделана совместно с моим шатилетин сыном он также рядышком сидел и растушевывал но другие цвета я выполняла и показала вам растушевку вот такими яркими оранжевыми следующая работа крупная вы знаете она довольно я бы сказала универсальная почему потому что с помощью замены детали переднего плана вы с легкостью можете превратить ее добавляете зеленые листики она станет летней добавляете цветочки она может стать весенней пишите голые веточки покрытые снегом она с легкостью станет зимней не забывайте при этом менять и задний план еще одни птички на этот раз акварель и карандаши акварельные карандашики с вами брали и вот это вот пара работ очень интересная на мой взгляд получилось холодный пейзаж теплый пейзаж вы можете их также менять произвольно вот эту работу можно выполнить более теплых тонах а вот эту более холодных разбирали с вами особенности цветовой гаммы а вот и снова наступила зима первая работа зимней серии планцеттия и новогодний шарик эта работа является одной из моих любимых пожалуй за этот год этот мышь мышиный король получился очень серьезным при этом совершенно не злобным посмотрите какая милая мордашка еще одна работа она задумывалась мною как парная в какой-то степени потому что поддерживает ту же цветовую гамму коричневатой оттеночки ну и наконец последняя работа в этом году это пейзаж зимний снежный очень солнечный друзья мои в моих руках 12 месяцев работы канала все они промелькнули всего за каких-то 10 минут я надеюсь что вам понравилось работать вместе со мной впереди в новом году нас ждет много интересных мастер-классов огромное спасибо всем кто весь этот год оставался со мной добро пожаловать тем кто только ко мне присоединился в наступающем году друзья мои я желаю вам здоровья здоровья вам и вашим близким любимым людям конечно же желаю вам побольше сил хорошо отдохнуть в новогодние праздники чтобы с новыми силами приступить к покорению творческих высот желаю вам интересных творческих идей конечно же надеюсь что вы будете почаще заглядывать ко мне на канал нас с вами ждет много интересных сюжетов пусть все ваши мечты сбудутся поздравляю вас с новым годом и наступающим рождеством с вами была федорова катя и канал нарисуй всем пока пока удачи а